Сегодня мы едем в наше новое путешествие. Ребята, всем привет! Сегодня 1 октября. Как вы видите, начиная я свое видео в машине. У нас здесь достаточно много вещей. А все потому, что сегодня мы едем в наше новое путешествие, за которым вы обязательно будете следить, потому что я буду все вам показывать. Сейчас мы оставим машину на стоянку, потом за нами приедет один наш знакомый. Мы поедем за кое-чем важным. И потом поедем на вокзал. Наша поездка будет очень необычной, потому что мы такого никогда не делали. Мы купили продуктов в дорогу и поехали в другой конец города. Вы будете удивлены, но за котом. С этим котом мы хорошо знакомы, но сейчас у нас миссия. Забрать его и перевезти Ашева Львов к его хозяевам для воссоединения семьи. Для кота эта поездка может быть сильным стрессом, но мы создадим максимально комфортные условия для нашего друга. Итак, срочное включение. Мы купили билет к коту. Это так странно. Я знаю, что вы не видите меня, но я говорю сейчас сложную информацию, что оказывается, можно покупать отдельно. Билет для кота стоит не всего лишь 32 гривны. Остается 10 минут до поезда нашего. Я иду на седьмую колею. Я подошла к поезду и нашла своих мальчиков. А теперь давайте знакомиться. Вот это Зяма, но в паспорте он зиновий. Только что он сидел довольно-таки тихонько, а сейчас опять начал говорить, но зато мы знаем, что с ним все хорошо. И он еще живой. Он за последние пару дней пережил больше, чем за 10 лет. Да. Чего не переживаешь, 16 часов, и ты будешь со мной в домике. Потому что такие большие глаза. Какие зубки. Зубки какие. Все, это нам машут. Ну ладно, не нам. Ты весь мокрый, да, устал. Тащили все вещи. Такая стояла тебе за билетиком, тебе маленький. Ты моя успокоилась, что тут идет. Молодец, молодец. Он просто видит выход. Он надеется, что его выпустят за хорошее поведение, и он сбежит. Молодец, Зома. Вот так всю дорогу, все 16 часов. Да. Ну что, вот так и начинается наш влог. Поездка на поезде с котиком и с еще одним котиком. Я этот, как это называется? Провожающий. Провожающий на улицу. Провожающий этого Варина. Этого Варина? Да. Такой хороший. Ой, ты чего? Ты что-то хорошо себя вел. Наша дорога будет 20 часов. Дорога кота будет 16 часов. Что же он начал орать опять? Кота забирают во Львове. Это будет его новое место обитания. Кстати, с этим котом мы жили два года назад. И вот ровно два года назад мы съехали, да? Да. Ну почти, да, 2 октября, 2 октября 2020 года мы переехали и котики начали жить с другими людьми. Это не наши коты, это коты наших друзей. Сейчас один из них отправляется к своим хозяевам. Я этого кота знаю хорошо, потому что он меня будил в 3 часа ночи. Безболадно просто, вот ему хотелось со мной пообщаться. Что такое зянок? Мяу? Мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу? А, мяу, тогда едь дальше. А, мяу. Еще крупок трюк. Он тебя съесть хочет. Да, и как он просто не закрывает даже. Мяу. 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 Он уже устал. Слабак. Все, пупсик, отдыхай. Дубль 2. Котик сидит, смотрит телевизор. Такой. Ну, неплохо, неплохо, интересно, да. Все вот такие мы, немножко уставшие, налдовальные. Сейчас за 20 часов выспался, накушаем. У нас так много еды. Разные, вкусные, приятные. Через час после начала пути мы закрылись в купе и дали свободу зями. И он начал осваивать новые территории. Время на покушать. И, кстати, не то, чтобы нам повезло оказаться втроем в купе. Мы выкупили все купе, дабы не пугать кота и не смущать спутников. Так что едем и наслаждаемся нашей бандой. Только что котик сам зашел в свой домик. Может, ему там больше нравится. Веник немножко подзавис. Наверное, он что-то видит красивое в окно. Мы ничего не видим такого, поэтому мы решили просто покушать вкусненько. На часах 8.40 вечером. А значит, мы можем наконец-то поужинать. У нас здесь подтай с говядиной. Будет очень вкусно. Сейчас момент X. Котик у нас еще не ужинал. Ого, пахнет. Мы достали кота, но он совсем не захотел вкусный корм и водичку. Оставалось только гладить и успокаивать его. На часах 8.00 ночи. Наш котик наконец-то к нам вышел. Он, по-моему, не боится меня. Женя не боится, но хочет, чтобы его гладили. Чухут. Скажи, я люблю, когда меня чухают. Мне его нравится. Он гудит и гудит. Животное такое ночное. Что там такое, показывай. Говори. Что там такое. Женщина какая-то сделала. Ну, столько, что был прикол. Мы решили потроллить кота. Потому что он все время смотрел на верхнюю полку. Да и теперь он думает, как попасть на нее. Я только что почти встала на верхнюю, на вторую полку. Он смотрит такой. Мяу. Мяу. И такой смотрит. И взгляд задумчивый. А что сделать мне, чтобы туда попасть? Привет. Привет. Все ночь прятался там. Там больше нравилось. Сейчас в свой домик будешь заходить. Да, давай, чтобы уже привыкал. Это моя родушка. Все, забирает нас. Нас. Его от нас. Там не сонные такие. Ладоки. Все, Женя собирается. А я буду сидеть, старожить, как пес. Зямик, пока. Все, полиски, Зямика. Женя идет в моя сторону. Ага, вот они. Уже не нагнулся. Показывает. Блин. Почему я здесь уже старожу наше купе? Вот и такое происходит. Встреча года. Вообще, как вы понимаете, это такой необычный опыт езды с животными. Теперь мы знаем, что надо получить какой-то билет на кота. Просто платить за то, что ты едешь с животными. Если оно больше каких-то размеров, ты платишь намного большую сумму. Не 32 гривны. Это вообще ни за что. Это за какую-то квитанцию чисто. Если бы мы ехали там, не знаю, несколько дней, то, конечно, я думаю, кот бы у нас и попил, и поел. Он все ходил, изучал. Он думал, что это его новое место обитания. Но нет. Понятно. Ну, так он вроде приспособился. А теперь мы ехать в другое место, снова приспосабливаться. Тяжело это, конечно, все. Особенно для таких маленьких друзей. Но ему там должно быть хорошо. Мы ждем веселья. Тусим. Это так Женя идет встречать его друг. Женя, что-то как-то недружелюбный. Я говорю, тебя только что тут друг встретил, а ты какой-то недружелюбный. Кто друг встретил? Только что бежал тебе навстречу. А, мам. Да. В этом немом видео я пытаюсь сказать, что мы продолжаем свою дорогу дальше. И всем своим внешним видом показываю, что хочу спать. А мой спутник уже спит и отдыхает от кота, так как на нем была вся ответственность за доставку пушистика. Мы наконец-то проснулись. Я наконец-то проснулась. На часах 12. Читик 30. Нас уже будет проводник. Поэтому я начинаю немножко собираться. Мы еще хотим чаек доказать. Я надеюсь, они нам сделают его. Потому что у нас вообще нет воды. Мы, короче, не знаем где потеряли воду. Скорее всего, мы ее оставили в машине у нашего знакомого, но он нам ничего не говорил. Как и чипсы, между прочим. Мы совсем скоро уже приезжаем. Это значит, что он совсем легонько подкрасит. Чтобы выглядеть как человек. Спасибо за все. Пойдем покорять новый город. Вчера у нас было 27 градусов. Сегодня здесь. Я так ощущаю, как градусов 13. В курточках. Так, все, сейчас ищем, где наше жилье. Оно уже готово. Класс, оставим вещи и пойдем налегке, да? Следующее видео будет об Иване Франковске. Обязательно подписывайтесь, ведь дальше будет много красивых, классных локаций и наших ярких впечатлений. А также обязательно смотрите мои шорты. Там я показываю свою жизнь в реальном времени и рассказываю много полезной информации. Люблю, обнимаю и всем пока-пока.